В штате, в штате. А сейчас уже не сосчитать. Если со студентами лежать, не сосчитать. Это как Брусбеков, как гастармайтер. Надо проверить вас, а то он может получать зарплату и не выходит на сцену. Ни ха есть. Почему не считают, что практически зарплату никто не получает? У нас есть почетные пенсионеры, которые пожелают выйти на сцену или даже не выйдут на сцену. Все равно зарплату получат. Роберт Городинский. Он сейчас в последнее время очень хорошо выглядит, выходит. И он дает такую пронзительную, старенькую, как будто карандаш. А никто у вас не требует получения зарплаты? Как ныне модно? Как ныне модно? У себя там просить. У нас разговоры, когда я сегодня с отчетом повесил зарплату. Что ты там? Вступай. Вступай сегодня, когда он сам себе нанесил зарплату. Приносили на себя. Нет, ну лейка-то он хозяин клуба, ему почему-то что-то на что-то. Что-то режет. Я могу бесплатно. Это вряд ли. Вот здесь вот все, видите, вот стоит старенький приемник. Моих родителей работает. Вот это мне было три года, папа купил, видите, все здесь. Все потихонечку приобретает вторую жизнь. Автомобиль и соловьёв. Да, тут надо. Смотри, я у тебя мотоцикл еще припел. Да. Для второго города, а Большой, это тем, все вместе. Все, все, все. Мне пришлось отдать, он где-то ведом. Просто он на дворяторах. Так бы подвесить можно было. Здесь чуть-чуть радиус. Да, деревянно. Ну, я думаю, как колесо. Да. И на Новосибирском острове я тоже. Зажал? Зажал. Зажал. На Новосибирском острове. Рядом были, а какие разные судьбы. А в чем разница? На Ваське выросли. Нет, конечно, разница-то в чем? В зарплате. Ты ставишь, и он ставит. Он Владимирович. Он страну ставит в фуру. А я спектакль. А ты спектакль. Вот сейчас, да, вот. Я редко, как я сказал. Редко спектакль выпускайте. А дедовщины у вас нет молодых? Нет, нет. Да. Отвечают. Нет, нет. Научены. А теперь по чесноку. А теперь по чесноку, как тебя Борис Алексеевич называет? Да ладно, на чем? Я вот прошу, что он называет? Конечно, тебе это учить актерское университет. Подсознанку приходится внедрять. А какие методы внедрения подсознанки? Алексей, а сколько лет ты уже учил? Мат-крик. Сколько лет уже учишь, преподаешь? Большой старший, я начал еще в Куфе. На курсе, где учился воробей, Лебенбаум, на самом деле. Миша Смирнов, вот этот курс. Тресоруков Михаил. Это вот я там начинал работать. Самый первый? Да, потом на курсе Уссольев, Цирк, где работают преподавать. Потом вот у нас мы набрали школу первую, еще не от академии. А от академии. А, с артириала стоять? Да, потом уже остались. Нет, но есть один показатель. Допустим, вот есть театральная академия, переходящая на бухгер-труль. Где все твои курсы показывают различные постановки. И вот он сколько уже, восьмый год? Кубок восемь лет, еще шесть лет он у меня в кабинете. И не знаем, как от него избавиться. Вот, в этом году уже хотели его отдать, и все его досильно вручили. Возьмите обратно. Так, вот так, это и показатели есть. А в этом, с первого сентября, я профессор, я веду. А кто еще преподает? А кто еще профессор? Кто еще преподает? А вау, нет? А вот сейчас у нас уже еще два первых курс актерские, попросили набрать режиссерские. И поверить, некому преподавать. Вот эти двадцать лет, которые культурой не занимались, то есть и молодые, и педагоги, и потом из них вырастали мастера. Ну, пробел. И вот до смешного дошло, выбирая валюту, говорит, вольми, еще режиссер, скажет, бери. И вот у нас два курса, первый и четвертый. Они ревнуют. Бежать, заберут, теперь не ебайте все время ходить, к нам не было улицы. А вот молодые люди не преподают? Нет. Вот Аня Никитина в этом году стала у вас педагогом. Это как бы вы, если там расположились. Ей пора, да. Да. Нет, если, пора. Лена Садкова преподает, это которая из Семенево. Помните, маленькая такая? Нет, у нас преподает, я безсадечный выпуск. Ну и старший педагог, Саша Бельский, вот знаете его, он ученик, выпускник Лассанова. Низия Никитина, которая преподавала у нас на первом наборе. Ученица Кацква. Ученица Кацква. У нас все равно ученица Кацква. А почему Соловьев не преподает? Преподает? Ну и 25 ставки у него. Мы все преподаем, просто мы это как бы априори понятно, что все актеры преподают мастерство. Анвар Заянович и Леонид Владимирович, у них мастер-класс. Мы люди поклонники, у Анвара Заяновича по изобразительному опыту. Грим-костюм. Как говорили своих учеников, у меня сегодня здесь как-то три известных ученика. Олег Константинович Дуров, Розов, Татьяна Васильевна. Они так и меня называют. Наш, это учитель педагог, кому поклонно. Чем могу поклонить? Да, это беспрецедентный случай. Обычно выпускаете пункт, набирается следующий. Мы набрали на четвертый, мы набрали два первых. Такого не было никогда, чем уходили. Мы уже не берем. Уже третий раз об этом забрал. Как получается, что-то 60 человек. Какого не было? Обычно набирают пункт, задохать рочка от Кельштинский до конца. Выпустил? Новый набрал. На самом деле, очень здорово, когда молодые учатся, взяты, как бури. Жизнь кипит. Важно-последствии.